Тактильные игрушки-книжки – находка для инклюзивного образования. Их сюжет можно понять даже с закрытыми глазами. Здесь всё крутится, застёгивается, открывается и шелестит. Некоторые страницы гладкие, другие – пушистые. Первый в 2019 году творческий мастер-класс для детей с диагнозами ДЦП и аутизм севастопольские активисты провели 2 февраля, когда на календаре событий – День ежа. Почему, спрашивают ребята, потому что на ощупь он колючий. Отвечают в «Команде жизни». Проект «Добродети» был придуман в ноябре 2018 года. Школьники начальной школы Таврида, 1, 2, 3 и 4 классы заготавливали специальные книжки для наших ребят. В социальном проекте «Добродети» поучаствовали несколько десятков школьников Севастопольской частной школы Таврида. Ребята своими руками сделали 9 тактильных игрушек. Это бусеница. Но ее было только сложно сшивать. В ней разные материалы. Книжки передали «Команде жизни». Активисты привозят их на дом детям с особыми диагнозами. Ребята опекают 35 семей. Книжки сделаны из фетра, тканей, различных видов бумаги, пуговиц, молний до различных застежек. Эти книжки помогут нашим детям развить мелкую моторику, навыки коммуникации, подружиться, пообщаться. Всего в «Команде жизни» 25 активистов. По выходным они устраивают праздники для детей в Центре инклюзивной культуры на базе Севастопольской медицинской библиотеки. По будням приезжают к подопечным в гости по запросу. Мы выступаем в данный момент как площадкой, на которой реализовывается инклюзивный проект. Эта площадка призвана собирать на себе лучшие практики инклюзивных проектов социальных. Мы даем им возможность здесь проводить свои мероприятия. Таким образом, мы популяризируем социальные инклюзивные проекты. Проект «Добродети» завершился, но книжки и игрушки продолжают работать. Руководитель «Команды жизни» победила в конкурсе молодежных проектов и получила грант в размере 50 тысяч рублей. В марте 2019 года тактильные пособия представят на выставке в Севастополе. Екатерина Коломеев, Денис Александрович, Севенформбюро. Спасибо.